Техническое описание кода неисправности OBD2, цепь датчика NOX, низкий банк одно что это значит. Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2, это может включать, но не ограничиваясь, транспортные средства от Ford, Mercedes-Benz, BMW, VW, Audi, Chevrolet, GMS, Dodge, Ram, Sprinter и т.д. Хотя общие, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии, вообще говоря, дизельные двигатели производят большее количество твердых частиц ТЧ и выбросов оксида азота NOX, чем бензиновый, бензиновый двигатель, по мере развития транспортных средств меняются и нормы выбросов транспортных средств в большинстве законов штата, провинции, в наши дни инженеры разрабатывают способы, позволяющие снизить выбросы в атмосферу в большинстве транспортных средств. Чтобы соответствовать и, или превышать требования законодательства, касающиеся выбросов, ESM, модуль управления двигателем, контролирует бесчисленное количество датчиков в любой момент времени, чтобы поддерживать эффективность, надежность и работоспособность вашего двигателя, он не только делает все это, но и активно очлеживает выбросы и старается выбросить в атмосферу как можно меньше этих углеводородов. Контроллер ESUD использует датчик NOX для контроля уровня оксида азота в выхлопе, чтобы получить представление о выбросах углеводородов, NOX является одним из основных ТЧ, выпускаемых дизельными двигателями. Контроллер ESUD активно контролирует этот датчик и соответствующим образом настраивает систему, выхлоп дизельного двигателя, одна из самых грязных областей на автомобиле. Так что имейте это в виду, сажа, образующаяся в выхлопе дизельного транспортного средства, может, из-за отсутствия лучшего слова, испечь, датчики и переключатели внутри выхлопа в зависимости от их расположения. Это не имеет большого значения, если сажа не обладает этой отличительной характеристикой, если датчик не свободен от мусора, он может быть не в состоянии правильно измерить значение, которое ESM, модуль управления двигателем, активно требует для настройки вашей системы EVP. Выбросы в результате испарения, в соответствии с конкретными федеральными, государственными, провинциальными законами, иногда при переходе от штата к штату, где нормы выбросов отличаются, датчики вторичного рынка иногда используются для соответствия местным стандартам выбросов. Контроллер ESUD активирует P2202 и соответствующие коды P2200, P2201, P2203 и P2204, когда он отчлеживает неисправность в датчиках NOX или их цепях, мой опыт работы с этим кодом ограничен, но я считаю, что в большинстве случаев это будет механическая проблема, особенно учитывая условия датчика, упомянутые ранее. Код P2202 устанавливается, когда контроллер ESUD обнаруживает состояние низкого напряжения в датчике или цепи NOX блока номер 1 примечания, на двигателях с несколькими наборами цилиндров, например, V6, V8, ряд 1 это сторона двигателя, которая содержит цилиндр номер 1, поэтому датчик NOX находится в выхлопной трубе этого банка. Обратитесь к руководству по обслуживанию для уточнения вашей марки, модели, трансмиссии, это основной ресурс, где вы можете расшифровать, с каким из множества возможных датчиков вы имеете дело, они используют аналогичные различия с датчиками O2, он же кислород, пример датчика NOX. В данном случае для автомобилей GM, какова серьезность этого кода неисправности? В большинстве случаев, я бы сказал, коды, связанные с выбросами, будут довольно низкими по шкале серьезности, особенно по сравнению с некоторыми возможными опасностями в других системах транспортного средства, такими как рулевое управление, подвеска, тормоза и так далее. Суть в том, что если у вас есть более крупная рыба, так сказать, вы можете отложить это на задний план, тем не менее, любая электрическая неисправность должна рассматриваться с определенным чувством срочности. Каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы кода неисправности P2202 могут включать, повышенные выбросы углеводородов, проверьте, горит ли лампочка двигателя, экономия топлива не соответствует, неустойчивый холостой ход, избыточный дым, каковы некоторые из распространенных причин кода? Причины для этого кода топливной коррекции P2202 могут включать в себя, неисправный или поврежденный датчик NOX, загрязненный датчик, поврежденная проводка, внутренняя неисправность контроллера ESUD, проблема с разъемом, визуально осмотрите свой датчик и жгут, иногда, элементы, в которых мы выставляем наши транспортные средства, являются самой причиной вашей ошибки, я видел такие камни, бордюры, снег и лед, которые вынимают датчики, поэтому убедитесь, что датчик не поврежден. Выглядит хорошо, имейте в виду, что некоторые из этих жгутов могут быть проложены в непосредственной близости от выхлопа, поэтому существует вероятность того, что провода могут сгореть, расплавиться и вызвать всевозможные проблемы. Совет, дайте двигателю остыть перед началом работы рядом с выхлопом, очистите датчик, убедитесь, что вы знаете, что любой датчик, установленный в выхлопе, проходит через бесчисленные циклы нагрева и охлаждения, следовательно, они расширяются и сжимаются достаточно для того, чтобы иногда схватить в датчике пробку, резьбовое отверстие, на выхлопе. В этом случае вам может потребоваться нагреть нити, а не непосредственно на датчик, так как вы рискуете повредить датчик NOX, если вы никогда не применяли нагревание, чтобы помочь сломать свободные гайки или болты, я бы посоветовал не начинать с этого. При этом, если у вас есть какие-либо сомнения в ваших навыках, способностях, вы всегда должны доставить свой автомобиль на заслуженную станцию технического обслуживания.